Срок вахтовой работы может быть сокращен с 28 до 14 дней. Об этом было сказано на встрече депутатов Можелиса парламента с представителями нефтяных компаний. Также в связи с завершением некоторых проектов на месторождениях будут сокращены около 30 тысяч человек. Им нужна социальная поддержка, так сказали депутаты. Кроме того, на встрече были подняты социальные проекты и экологические проблемы, связанные с областью. Далее в сюжете. В связи с запуском новых заводов и предстоящим завершением проектов более 30 тысяч граждан, скорее всего, попадут под сокращение. А это влияет на социальную жизнь региона, поэтому должны быть приняты оперативные меры, заявили депутаты. При этом большое значение имеют курсы переподготовки. Тогда жители смогут служить на предприятиях с помощью сертификатов. С начала года в АТРАУ прошли обучение более 500 граждан по 11 специальностям. Многие сотрудники скоро будут уволены. Мы должны это решить. Со стороны компании должны быть какие-то предложения, потому что на кону стоят будущие бытовые вопросы сотрудников. Проект ЕГЛЕК является одним из крупнейших в области, на реализацию которой выделяется 25 миллионов долларов в год. Члены парламента также остановились на этой теме. Они поручили обратить внимание на освоение средств и качество строительных объектов. В целом мы используем средства в социально-инфраструктурном направлении. В АТРАУской области мы реализовали порядка 120 проектов в рамках программы ЕГЛЕК. В частности, были построены школы и больницы. Нефтяные компании имеют большое значение для экономики АТРАУ, но отстают в общественной работе. Например, компания ТШО и Акимат подписали меморандум. Согласно документу, в рамках проекта озеленения будут посажены деревья на площади около 700 гектаров. Однако на сегодняшний день план выполнен только на 2,3%. Засеяно 10 гектаров. Что это значит? Акимат говорит, что ждет анализа почвы. Почему вы сами не делаете? Потому что нет сочувствия той земле, которая всех обеспечивает. Поэтому считаю ответ по вопросу озеленения неудовлетворительным. Вопросов в отношении компании Бумунайгаз тоже немало. Пескование засоленных земель в Макатском, Досорском и Сатайском районах – неотложная работа, имеющая экологическое значение. Архитектура и быть таких сел, как Акестау, Чапай, не должны оставаться незамеченными компанией, говорят мошелесмены. А кульсары хоть и имеют статус города, но канализационные очистные сооружения отсутствуют. Люди вынуждены выливать использованную воду в поле. Компания не обращает на это внимания. Депутаты мошелеса также предложили построить станцию в Жилойском районе. Кроме того, были обсуждены такие темы, как повышение социальной жизни населения, улучшение экологии.